В год завод может переработать порядка 22 тысяч тонн отработанных аккумуляторов и произвести 10 тысяч тонн свинца. Готовую продукцию, свинцовые слитки, планируется реализовывать на заводах по производству аккумуляторов. Пластмасса, которая извлекается из внешнего корпуса, будет реализована на заводы по производству полиэтиленовой продукции. По словам руководителя проекта, на сегодня завершаются отделочные работы. Нашим предприятием ТО «Промзащита» осуществляется строительство завода по переработке блок-аккумуляторов. Цель этого завода – обеспечить сбор блок-аккумуляторов и полную переработку, так как аккумулятор является вредным отходом. Нужно полностью его нейтрализовать, чтобы экологии никакой вред не был нарушен. Поэтому на нашем заводе аккумуляторы будут перерываться полностью, свинец перерабатывается в слитки и поставляется на аккумуляторные заводы. Электролит полностью нейтрализуется на станции нейтрализации. Конечным продуктом является нейтрализация электролита чистая вода и мел. Пластиковые корпуса перерабатываются в пластиковую крошку, из которой в дальнейшем изготавливаются полипропиленовые трубы для канализации. Стоимость проекта – 1 миллиард тенге. Оборудование завезено из соседней России. В Казахстане аналогичный завод имеется только в Талдыкургане. Соответственно, рынок большой. Другими словами, проблем со сбором сырья, как говорит один из учредителей предприятия Жанебек Кусманов, не будет. Надо сказать, предприимчивые молодые люди и ранее занимались сбором аккумуляторов. Отработанные отходы сдавали на заводы. Идея перерабатывать самим пришла позже. В данный момент на объекте работают 20 сотрудников, которые занимаются строительством, установкой и наладкой оборудования, пусконаладкой. Рабочих мест планируется создать около 70 человек. Да, в Казахстане хватает сырья. Мы сбором сырья занимаемся уже много лет, поэтому это не новая для нас тема. Сырье мы собирали всегда. Раньше сырье поставляли на другие заводы перерабатывающие, а сейчас строим свой завод. Запуск завода планируется в декабре текущего года. Таким образом, в Степногорске, городе, который считается производственным сердцем региона, начнет работу еще одно предприятие.